Новость федерального значения – послание президента Путина. Выступал президент Путин перед федеральным собранием в течение 69 минут, далеко не самое длинное его выступление. Аплодировали за все время всего 13 раз. Это самый худший показатель за всю историю президентских посланий к федеральному собранию. Правда, тут же льстивая пресса поспешила объяснить этот печальный факт тем, что в речи Путина не было популистских лозунгов, поэтому их хлопали так мало. На самом деле, речь была абсолютно скучная, неинтересная, пустая. Даже большой любитель Путина, известный крымский блогер Александр Горный, и честно сказал, что на 50 какой-то минуте послания он заснул около телевизора. Еще лучше сказал уже небольшой поклонник Путина Алексей Навальный. Он сказал, что сразу видно, что если нет тем для истерики, типа что на нас напали и кругом враги, и надо стойко держаться и обороняться, то, в общем-то, говорить Путину нечего. И предложить ему ни федеральному собранию, ни народу тоже абсолютно нечего. И в самом деле ничего интересного сказано не было. Конечно, говорилось там о том, что идет борьба с коррупцией, и это не должно быть шоу. Говорилось о том, что надо налаживать связи с Америкой. Говорилось о том, что хорошо действуют наши войска вдали от их постоянной дислокации, а именно в Сирии. Ну, в общем-то, ни одной маломальски существенной фразы, ни одной такой новостишки, на которую имело бы смысл сослаться с информационным агентством, фактически не было. В этой связи я вспомнил популярную частушку, ну, точнее, стихотворение, наверное. Что-то я не помню, чтобы ее пели. Так, обычно декламировали. Популярно это, так вот, стихотворение времен Леонида Ильича Брежнева. «Кто там лезет в мавзолей с раскладушкою своей? Речи длинные, пустые, брови темные, густые. Он и воин, и герой, и писатель молодой». Ну, в принципе, этот стишок можно было бы вполне переиначить. «Кто там лезет в мавзолей с раскладушкою своей? Речи длинные, пустые, но волосья не густые. Он и воин, и герой, и папаша молодой». По поводу папаши, правда, данные непроверенные, но народная молва гласит, что, может быть, это и так. Ну, а в общем и целом, конечно, ждем и не дождемся, когда же, наконец, состоится послание Путина своим собственным народам. И послание куда подальше.